Люда, я тебя введу немножко в курс дела. Александр прислал вопросы некоторые, и поэтому сегодня мы немножечко отойдем от книги «Откровения», отложим их до следующих занятий и времен. Сегодня мы хотим поговорить на темы болезни, терпения, испытания, чуть-чуть заденем, да, вот, тему про тело Иисуса Христа, какое оно сейчас, мы отложим, потому что мы просто-напросто его не успеем сегодня рассмотреть. Еще я хотел добавить «Осквернение тела». «Осквернение тела», да. А что такое «Осквернение», как он скверняет? Да, как «Осквернение тела». Еще важный вопрос, что у меня еще важный вопрос, еще один. Вот есть материальное служение, ну, в церквях, есть материальное и есть проповедовать Слово Божие, когда вот проповедь, там, то есть, ну, такое важнее, вот, такое важнее для христианина служение, ну, не всегда есть возможность там, там, закинуть там денег, сколько хотят. Но нету всегда такого возможности. Что значит, что? Сколько хотят? Что значит, хотят? Почему хотят? Ну, просто, вот, чтобы, сколько хотят, материальное, вот, как бы, везде, вот, есть, да, вот, материальное. Да, есть два вида служения, то есть, есть, действительно, забота, попечения, скажем так, о плотском, помощь, как бы, там, материальная, физическая, какая-то помощь людям или еще что-либо. Есть помощь духовного плана, наставления, мучения, молитвы друг за другом и когда-либо. То есть, два вида, то есть, я так понимаю, что вот Александр, как раз у него вопрос, то есть, что лучше сделать, что важнее для Бога, там, и так далее. Оно у нас, кстати, будет пересекаться и с той же самой проблемой про болезни, да, потому что Библия определяет тоже два разных вида болезней и моментов исцеления. Итак, давайте мы сформулируем первый наш вопрос. Первый вопрос звучал так. Существуют ли болезни во спасении? Правильно? Да, да. Бог может послать вот болезни. Может ли Бог послать болезни, для чего вообще они посылаются и так далее. Я прошелся по всем книгам Ветхого Нового Завета, где у нас встречаются вообще слова болезнь, болен, выздоровление и все, что с этим связано. У меня в голове сложилась определенная картинка. Часть, некоторую часть вырезок из Писания я хочу, чтобы мы сейчас прочитали вместе и потом попробуем вот эту вот картину как бы восстановить уже для всех. Кратенько давайте, чтобы много на это время не терять. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 5 стих. Я сейчас прочитаю просто сам. Иисус Христос проходит, исцеляет различные болезни и так далее. И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? То есть, ученики, вообще в израильском как бы, было такое понятие, что если человек болен, это какое-то проявление греха. То есть, либо это грех совершил сам человек, либо это грех в какой-то его там, его предков. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Этот вот стих, этот момент, он очень нам четко показывает, что бывают такие болезни, которые не по причине греха. То есть, этот человек был слепой не по причине греха, а потому что на нем должно было явиться дело Божие. И дело Божие было какое тогда? Что сделал Иисус? Исцеление. Он исцелил, и написано, многие люди тут же уверовали, потому что вот этот человек, вот этот момент его исцеления, он являлся знамением для многих, что Иисус Христос есть Мессия, и что Ему можно верить. Сейчас, как вы считаете, может ли произойти вот такое вот знамение? Нужно ли, скажем так, будет, наверное, правильнее, нужно ли нам сейчас вот такое знамение, что Иисус Христос есть Мессия, что кто-то, например, исцелится? Нет, конечно. Уже было засвидетельствовано это. Это уже произошло. Иисус Христос тогда ходил и исцелял, и люди засвидетельствовали о том, что вот Он Мессия. То есть, дело Божие уже совершено. Дальше, давайте мы прочитаем Псалом 34, 13 и 15 стихи. Вадим, скажи мне, это было в какой главе Иоанна, то, что ты прочитал? Это девятая глава с первого по пятый стих. Первая глава? Девятая глава. А, девятая глава. Девятая глава. А вы изложение будете предать, Вадим, помнишь? Да. Как понимать, вы предать произложение? Сейчас мы доберемся до этого, да. Давайте сейчас... Псалом какой-то? Псалом номер 34. Псалом номер 34. И я прочитаю быстренько с 13 по 15 стих. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мою, говорит праведник о неправедных, да? Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой, я ходил скорбный, с поникшей головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались, и собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали. О чем идет речь? Очень важный момент. Болезнь в данном стихе, она говорит о притыкании человека. То есть, когда грешники, например, другие, они притыкались, он за них молился об их болезни, там, изнурял постом душу и так далее, чтобы они исцелились от этого. А когда он притыкался, они наоборот, они ничего туда не делали, они радовались и ругали его всячески. Здесь, в этом псалме, мы видим, что слово вообще болезнь, оно обозначает другую болезнь, болезнь духовного плана, а именно притыкание, греховность какую-то. Теперь, Псалом 45 стих, тоже я быстро прочитаю. Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я перед тобою. То есть, речь идет об исцелении души. Почему пришла болезнь? Потому что был грех. Какого плана болезнь? Болезнь плотская или духовная, как вы думаете? Исцели душу мою, ибо я согрешил перед тобой. А в душе речь, да, конечно. Многократно в Ветхом Завете идет речь о том, что если Богу не слушаться, то Бог наводит болезни различного плана. Там говорится о том, что придут на тебя такие проказы, то есть болезни египетские, которые я посылал на Египет и всякое такое прочее. Если же слушаться Бога, не грешить, тогда будет болезней меньше. Речь идет о духовных или плотских болезнях. В том случае мы разберем попозже. Есть один очень интересный момент в Ветхом Завете, он меня тоже как бы так задел, немножко затронул. История про заболевшего ребенка Давида. Это 2 Царств, 12 глава, с 13 по 23 стих. Мы сейчас читать не будем полностью, но вы можете потом прочитать. Суть в чем? У Давида заболел ребенок, и Господь сказал ему, что это по причине твоего греха. То есть ты там не послушался тот и тот, и у тебя этот ребенок должен умереть. Что делает Давид? Реакция Давида на это. Он начинает молиться, он начинает поститься, и так далее, и тому подобное. Но ребенок умирает все равно. То есть Господь не послал ему выздоровления. Тогда Давида спрашивает, ну что? Давид встает, мажет свою голову маслом, и как бы все перестает поститься и молиться, и говорит, ну, сейчас мне нет смысла это все делать, потому что все, ребенок мой не вернется. Бог не всегда отвечает на молитву о выздоровлении. Дальше. Иов, 33 глава, 19 стих. Говорит о том, что Бог послал ему там различные болезни для того, чтобы он в болезни искал Господа. То есть болезнь, она очень часто вразумляет человека. Очень много, в нескольких местах говорится о том, слово болезнь и труд, они как синонимы нашей всей жизни используются, как образы, которые сопровождают всю нашу жизнь. Труд и болезнь. Один из стихов, не помню точно откуда, что ибо наших дней там 70 или 80 лет, и все они там труд и болезнь, а потом мы там улетаем. Такой вот есть ли? Болезнь и труд, и начиная еще с книги «Бытие», да, то есть вы помните, после того, как люди, было грехопадение, да, то есть они, обнаружен был грех, и Господь наказал там, Адама сказал, что ты будешь трудиться в поте лица, а ты будешь там рожать болезнь. То есть это вот то, что нашу жизнь земную сопровождает на протяжении всей нашей жизни. Есть несколько моментов, где израильские цари, они, например, не полагались на Господа, они пытались исцелиться от болезни, выпрошая других богов, идолов и так далее, и Господь гневался на это. Есть те, которые обращались только к врачам, но при этом не искали Господа, и тоже, как бы Господь не давал им исцеление, умирали люди. Исайя, 38 глава, с 9 по 22 стих, очень интересный есть, почитайте потом, отрывок сейчас не будем читать, времени нет. 38 глава, с 9 по 22, молитва Езеки, когда он заболел смертельно, как он молился и что произошло, очень интересный момент. 53 глава Исайя, со 2 по 5 стих, говорит пророчество о том, каким будет Иисус, что он примет на себя болезни, что он будет болеть за нас, страдать и так далее. Говорится о плотских или духовных болезнях. То есть, скорее всего, духовных, да, потому что Иисус берет наш грех на себя. Так, мы знаем, что многие праведники болели, да, то есть, по разным причинам, например, там 8 глава Даниила, Даниил заболел после того, как увидел видение, которое не мог понять. И написано, что он ослабел и заболел, пришла на него болезнь, и только через некоторое время он оправился. Мы знаем в Новом Завете, если мы перейдем к Новому Завету, что Иисус, он исцелял, написано всех, и очень интересные слова, есть Матфея 4 глава 23 стих, исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Говорится не только о духовных болезнях, но и о плотских, о любой немощи. И многократно везде, где, например, говорится об исцелении, о том, как Иисус Христос исцелял болезни, они идут параллельно с болезнями духовными, то есть, он исцелял болезнь и изгонял духов, бесов там и так далее. Давайте мы, может быть, можем прочитать. Вот Матфея возьмем, давайте, 8 главу. Парочку примеров просто, чтобы зафиксировать. Я, конечно, понимаю, что вы их все помните, но на всякий случай. Есть некоторые интересные слова. Матфея 8 глава, с 14 по 18 стих я прочитаю. «Придя в дом Петров, и Иисус увидел тещу ее, лежащую в горячке». То есть, есть теща, лежит в горячке. Вполне плотская болезнь, да? «И коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Исцеление плотской болезни. 16 стих. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов». Заметьте, как изгнал? Словом. Это уже говорится о духовной болезни. Иисус Христос – это истина, это Божье Слово, который изгоняет из нас духов своим словом. А как вот духовная болезнь, как она проявляется? Да, как она проявляется духовно? Что это такое? Человек, да. Что такое, когда в человеке живут духи, вот эти вот злые, да, или бесы говорят, или еще они беснуются, человек бесноватый, там, как это именно проявляется? Чуть-чуть сейчас отложим, и потом мы вернемся к этому, мы разделим вообще вот сферу, скажем так, болезнь. Пытаемся это все зафиксировать уже на доске. Давайте мы сейчас быстро пока по ссылкам. Самый из этого стиха очень важный момент. «Исцелял духов этих изгонял, и исцелял словом всех больных», написано. Дальше. Матфея, 10 глава, 1 стих. «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Нечистые духи в человеке причина болезни и всякой немощи, да? Дальше. Шестая глава Евангелия о Духе, тоже интересный стих. «Которые пришли послушать Его, исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и они исцелялись. Пришли послушать Его». Словом исцелялись вот эти вот болезни, да? Страждущие от нечистых духов, они исцелялись. Есть некоторые очень интересные моменты исцеления, ну, как в Евангелиях, так и… ну, очень такие, скажем так, странные, да, чудесные моменты исцеления. Например, Деяние 19 глава. «Так, что на больных возлагали платки опоясания с тела Павла, да, апостола, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». То есть вот здесь вот такой вот образ идет, что достаточно было потрогать платок, там, или хоть что-нибудь там от тела Павла, да, что выходили болезни. Можно сказать. Вадим, когда мы говорим о нечистых духах, мы имеем в виду все-таки духовную болезнь. Мы имеем в виду, когда мы говорим о нечистых духах, то мы имеем в виду духовную болезнь. Ну, ты сейчас увидишь, что на самом деле духовные болезни, они причины и плоских тоже. Да, причины и физические, конечно. Давайте мы сейчас это раскроем, да. Есть также интересный момент, например, вот смотрите, здесь мы говорим о Павле, да, то есть Павел, вот он достаточно было там дотронуться до чего-то, до платка его болезни выходили. Но, если мы почитаем, скажем, послание филиппийцам, 2 глава, Павел говорит о болезни Ипофродита, и при этом он говорит не так, что прям для него это было, знаете, щелкнуть пальцами и исцелить эту его болезнь, говорит о том, что Бог помиловал Ипофродита, он был при смерти. Мы знаем о том, что Павел оставлял другого своего ученика, 2 Тимофея, 4 глава, 2 Тимофея, 4 глава, 19-20 стихи, Павел оставляет больного брата Трофима в Мелите, то есть он не исцелил его, это, видать, была вполне физическая болезнь, и у него не было возможности так вот щелкнуть пальцами и исцелить. То есть это Иисус Христос не всегда мог исцелить болезнь. Вы помните этот момент, когда Он пришел в свое Отечество, и Его там не приняли? Да, веры не было. Да, не было веры. И вот написано, Марка, 6 глава, 4-6 стихи, Иисус не мог исцелить в своем Отечестве болезни по причине неверия их. Лишь на некоторых возложил руки, и они исцелились. То есть неверие Божье Слово, оно не дает возможность этому Божьему Слову исцелять твои болезни. Но тогда получается, что все верующие люди, глубоко верующие, не должны вообще болеть. Да, как минимум духовно, да? Да. Действительно так. Теперь смотри, Матфея возьмем, 9 глава, 11-12 стихи, давайте мы прочитаем, тоже интересный момент об этом говорит. Иисус Христос называет Себя врачом. Матфея, 9 глава, сейчас я найду 11-12 стихи. Итак, увидев то фарисеи, сказали ученикам Его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. То есть Иисус Христос пришел к грешникам общаться с ними. Иисус же, услышав это, сказал, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. То есть себя Он называет врачом, грешников больными, здоровыми называет кого? Тех, кто не грешит. Тех, кто не грешит, да? Да. То есть речь опять идет о духовных болезнях. Иисус себя называет врачом духовных болезней. Ну и так далее. Очень большое количество ссылок различных про болезни. Давайте мы вот так вот попробуем записать в принципе, то есть такой библейский, скажем, взгляд на болезнь. То есть есть у нас... Давай я сейчас перезвоню, не вижу видео сейчас, перезвоню. Да, да, давай. Да, я пока запишу как раз. И так, вот у нас есть болезнь. Ну как, есть видео? Да, вот это есть. Да, только сейчас мне теперь в Любу сюда надо добавить в этот разговор. Сейчас одну секунду. Сейчас, ты там, конечно, видел. Ну ладно, так как можно. Ну ничего, сейчас пойдет в дорогу. Мы ее отключили. Алло, Люда. Да, да, я с вами. Да, мы тут перешли. Итак, проблемы есть, болезни. Мы видим, что Библия дает нам вид на два основных вида болезней. Это болезни плотские. Я тебя не вижу, чему-то. Не видишь? Ну к конференции это, ладно. Ну да, давайте вы себе тогда представьте так. То есть у нас болезни делятся на две основные группы. То есть одни плотские, другие духовные. Примеры, например, плотские болезни, да, мы там читали, слышали, например, проказа, да, или горячка, или там у некоторых были сухие руки, да, то есть руки... Сверху. Да, ходить не могли люди, хромали там. Слепые были. Слепота, да, то есть плотская слепота, пока что мы о ней говорим. И самая главная болезнь, которая в конечном итоге приводит человека к финалу его плотской жизни, это плотская смерть. Да? Угу. И есть духовные болезни, то есть, которые явно такие духовные, то есть это злые духи, бесы, неверие, греховность и так далее. И точно так же Библия определяет, что существует еще одна смерть, это смерть духовная. Так, вот у нас две основные, получаются, два основных вида болезней, два вида смерти. То есть Иисус говорит, не бойтесь того, кто убивает ваше тело, бойтесь того, кто душу вашу может убить, да? То есть, говорит, что смерть духовная, она более опасна для человека, чем смерть, например, плотская. Интересно, здоровье духовное, оно более важное, чем здоровье плотское? Как вы думаете? Конечно. Здоровье духовное. Когда Бог послал на Иова различные болезни, болезни послал различные плотские, он, вы помните всю эту историю с Иовом, да? То есть Иов был праведник, он вел себя как бы хорошо, все четко, но Бог решил испытать его. Сатана всячески пытался усомнить Бога, потому что прославят ли тебя тогда, вот когда ты у него отнимешь это, когда ты у него отнимешь это, когда ты пошлешь на него болезни. Но Иов был здоров духовно, и он выдержал это, и Бог написанно благословил его всячески, да? То есть Иов устоял, он остался праведником. У всех этих болезней есть определенные причины, и Библия говорит, какие есть причины. Библия говорит о том, что Господь наш, Бог наш, Он милостив, и Он благословляет всех любящих Его на тысячу поколений вперед, но точно так же и наказывает всех, которые не любят Его и не слушают, там на 3-4 поколения, да? Стоит из книги Второзакония. Вот. Говорит о том, что Господь Бог не оставляет ему без наказания, но обязательно наказывает, да, несмотря на то, что грех прощает. Библия четко совершенно определяет, что грех человека самого грех его предков являются одними из ключевых причин всех различных заболеваний, да? И говорится, в первую очередь, в духовных, конечно же, заболеваниях. Но это передается и вплотит, работает тот же самый Божий закон. Наши дети, они наследуют наши болезни. Наши болезни, которые мы приобрели по причине какого-то собственного греха, они наследуются нашими детьми. Типичный пример. Человек, скажем, алкоголик, да? Вот он пьет, заливает, там, и так далее, там. И у него рождаются грехи... Дети с синдромом, ну вот есть синдром, да, вот этот вот алкоголизм, у них лицо перекошенное, они там психически ненормальные и так далее. То есть дети страдают за грехи отцов. Или, скажем, мама работает проституткой, получает СПИД, ВИЧ-инфекция может перейти и в ребенка точно так же. Что такое вообще болезнь, да? То есть суть вообще? В чем ее смысл? В принципе, болезнь это неправильная... Вот плотская болезнь, неправильное функционирование нашего тела. То есть отклонение работы нашего тела от идеального. В идеале наши руки и ноги, они должны быть здоровы, уметь четко всегда работать. Наша печень должна там четко фильтровать кровь. Наши там легкие, они должны четко дышать и оснабжать организм кислородом и так далее. Но существует погрешность. Существует определенное отклонение от нормы. Печень где-то функционирует не так себе, да? Где-то легкие у нас там болят, а где-то у нас с головой проблемы или еще что-то такое. Разные, разного рода болезни. Там рак у кого-то или еще что-то находится. Мы знаем, уже это и наука как бы совершенно абсолютно в этом уверена, что большинство болезней, они имеют в себе генетическую составляющую. То есть они передались от каких-то наших предков. То есть где-то наши предки, возможно, жили неправильно, дышали не тем воздухом, ели не те продукты, либо что-то еще. То есть делали что-то неправильно. И это обуславливает неправильное функционирование нашего организма. Мы знаем сейчас, и наука опять же доказывает это, что если человек делает все хорошо, все правильно, питается здоровой пищей, занимается там более-менее себя, там как-то это поддерживает в здоровом этом, не колет себе наркотики, не употребляет алкоголь, не занимается непонятно чем, у него больше шансов прожить здоровую жизнь. У его детей больше шансов, чтобы они родятся здоровым потомством. Понимаете, да? Это тоже касается плотской болезни. Есть и духовная болезнь. Болезнь, духовная болезнь нашего сердца, несмирение, гордость и проблемы воспитания. Точно так же, по той же самой схеме, как передаются болезни плотские, точно так же передаются и духовные. Если мы, как родители, например, совершаем грехи, живем там грешную жизнь и так далее, дети наши все это впитывают в себя, и проклятие, которое Бог посылает за непослушание, то есть мы не любим там ближних, мы делаем зло и так далее, нас люди вокруг не любят, мы становимся жертвами своего собственного греха и греха других людей, которые... Мы же учим другое общество тоже, как жить, и в итоге получается, что если когда все грешат, вокруг всем плохо, то есть все страдают, это передается и в наших детях, то есть все это воспитание, оно кочует из одного поколения в другое, в следующее и так далее. Бог говорит, что я буду наказывать до третьего, до четвертого поколения, что интересно, это там до внуков, да, и ваших там правнуков, это тех, которых мы можем увидеть, что действительно они там наказаны, где-то они там или воспитаны не так, или в них какие-то болячки наши плоские передались. Здоровый образ жизни, здоровое воспитание, праведность, точно так же Библия говорит о том, что если хотя бы кто-то у вас в семье там слушается Бога, ваши дети уже, говорит, святы, то есть в них передается вот это вот святое начало. Кто-то им, кто-то их может обучить, кто-то им может передать вот это вот наставление, передать им Божье Слово. В семье, в семьях верующих гораздо меньше вероятность подверженности греху, когда дети вырастают в семьях. И действительно люди соблюдают Божий закон, действительно стараются слушаться Бога, не просто показухой заниматься в церкви, реально, то есть я имею в виду. Хорошо. Есть также некоторые причины болезни, тоже очень интересно. Например, Павел говорит о своей духовной болезни, потому что написано, что это ангел сатаны, данный ему там вплоть. Чтобы не превозносился, то есть очень чрезвычайностью откровений, то есть у Павла была проблема. Чтобы смирить человека, чтобы он не возгордился, чтобы показать Божьи дела, мы ему читали. Написано также, чтобы искали Господа, то есть тоже посылаются иногда такие болезни. Это жало вплоть, что это такое? Да, жало вплоть. Болезни или что это? Слово жало используется вообще, у евреев использовалось для того, чтобы обозначать грех какой-то. Начинается еще с книги Битая, что будет дьявол жалить в пятую. Или есть грех, где твое жало там, а смерть, где твое жало, грех, где там твое это. То есть это связано с проникновением яда внутрь человека. Ужалить, пустить что-то злое. Это может обозначать и плотскую болезнь, и духовную. Но здесь мы, смотрите, мы видим, что Павлу написано «ангел сатаны». То есть ангел – это духовное существо, это дух какой-то. Это духовная проблема, скорее всего. То есть Павел видел свою собственную греховность. И мы знаем о том, что Павел говорит, что что я хочу там не делаю, а то, что не хочу – делаю. Кто избавит меня от этого тела смерти? То есть Павел понимал греховность своего собственного тела, и он не мог полностью преобладать над ним. То есть ангел сатаны в нем был. Так, алло, меня кто-нибудь слышит? Очень хорошо, видим, слышим. Я вижу, слышим. Ты видишь, слышишь, да, Александр немножечко, да. Окей, будем надеяться, он включится. Итак, хорошо. Грех предков мы не можем исправить. Мы обязаны его наследовать, и мы обязаны за него страдать. Свой грех мы можем исправить. Мы можем получить благословение от Господа, вести более здоровый образ жизни, более здорово воспитать своих детей, и в плане физически, и в плане духовно. Павел своего духовного сына Тимофея наставлял ему и говорил, что есть польза от физических упражнений, да, то есть не говорил только о духовных проблемах, о духовных проблемах, почему говорил, что да, и физические упражнения есть польза. Чтобы не превозноситься, это мы можем, скажем так, это зависит от нас, чтобы не возгордиться, не превозноситься и так далее. Чтобы показались на нас дела Божьи. Вполне возможно. Например, вот я рассчитываю болезнь своего сына, что вот у него аутизм с детства, да, вовсе не то, что вот это он какой-то там грех совершил ребенок, или мы там что-то такое. Хотя наверняка это наше поколение, там где-то как-то это все генетически передалось, и в итоге получается такой. Но в то же время болезнь очень часто бывает для того, чтобы показались Божьи дела. Та же самая мать Тереза, да, которая исцеляла там больных в Калькутте, там устроили они там приют. Для чего эти люди болели? Для чего это все? У этого есть определенный смысл, для того, чтобы человек другой, во-первых, он познал истину о том, как нужно заботиться о людях. Мы знаем, например, даже вот нашу медицину развивая, познавая законы того, как Бог устроил человека, тело человечества, как Бог устроил все различные эти, то есть мы можем помочь другим людям. Мы можем помогать им духовно, познавая то, как Бог, что Бог хочет от людей, живя сами так же, передавая слово другим. И искать Господа. В Библии, деткам, знаете, не помню точно ссылку, извиняюсь, друзья, есть четкий один это, где один царь, он полагался только на врачей, но при этом совершенно отвернулся от Господа и умер. То есть, несмотря на все наши лекарства, несмотря на все наши, мы должны понимать, что Господь силен только спасти. Очень часто бывает, что врачи как бы все, что можно сделать, сделали, но как бы, а что дальше произойдет? Наш организм же, он устроен сам Богом, он сам там где-то вылечивается. Они отрежут что-то там, а дальше уже срастется, не срастется, это же не врачи делают. То есть так вот, есть определенные библейские методы лечения, давайте мы запишем, тоже это очень интересно, то есть методы лечения. Да, вот мне тоже это интересно. Получается, что мы не можем надеяться только на то, что Бог нас спасет, и там, допустим, любого верующего болезни, правильно? Есть болезни, которые просто нуждаются в обрачебной помощи. А к этому-то... Например, да, да, то есть конкретно, давайте пример возьмем. Например, возьмем пророк Исаи, да? Исаи, когда заболел Иезекия, Исаи ему сказал о том, что вот ты там умрешь. Но потом Господь ему дал откровение о том, что нет, Иезекия не умрет, Исаи сказал, что ты останешься жив. Но после этого Исаи врачевал. Он прикладывал плоды смоковницы к его болячке для того, чтобы она зажила. То есть понимаете, да? Речь не идет только как бы, что вот оп и все. То есть сам Исаи, он занимался врачеванием. Когда мы говорим о духовных болезнях, тоже Бог не всегда исцеляет вот так вот. Просто берет человек, он ни во что не верующий, да, у него там целая куча десов, злых духов там в голове, и он верит не пойми во что и делает всякое зло. И что просто вот так вот раз, и все, нет. Человеку нужно бывает дать слово. Слово исцеляет слово врач. Где-то нужно человеку обвязать раны. Помните, да, когда Иисус рассказывает притчу о добром самаритянине, когда человека побили разбойники, да, и обвязал этот добрый человек раны, там, и так далее, то есть отвез там, позаботился. То есть это вполне такое плотское служение, да, то есть не только духовно, не только пришел, помолился над ним, и все. И ушел, и оставил его высвоясь там, понимаете. Нет. То есть, и это надо делать, и другого не забывать. Итак, библейские методы лечения болезней. Кратенько так, давайте перечислим. Молитва и пост. Многократно во многих местах Писания вы можете найти, что когда люди болели, верующие, первое, что они начинали делать, это молиться и поститься. Не только за свои собственные болезни, но и за болезнью других людей. Взывали к Господу, искали Бога, пытались понять, что-то там, где какой-то грех признавали, посыпали там голову пеклом, и так далее. Молитва и пост. Не всегда причем написано, что молитва и пост сто процентов работали. Вот одна из... Одна из историй, я вам рассказывал про сына Давида, он молился, простился, но виспользовался не оценку и не вернется будет им обязательно должен умереть дальше возложение рук помазание маслом давайте мы сразу раскроем эти образы что такое возложить руки у возложения рук два ключевых таких в библии в двух определенных случаях делается возложение рук первый случай когда мы хотим кого-то восстановить исцелить или еще что-то такое второй случай это когда мы кому-то доверяем полностью то есть возлагают руки на какое-то дело на то, что будет доверие человеку то есть в двух случаях первый, когда человек немощен на него возлагают руки, чтобы его поднять второй, когда человек наоборот, он силен и на него возлагают руки, чтобы его использовать на какое-то служение речь идет в первую очередь, конечно же, о духовной составляющей понятное дело, что когда Иисус возлагал руки вот этот образ восстановления плотской болезни он нам говорит и о том, что точно так же происходит и в духовной сфере то есть одно является прообразом другого помазание маслом примерно то же самое масло символ Духа Святого помазание маслом символизирует помазание человека на царство то есть называли поэтому Христос означает буквально помазанник, помазанный маслом в этом суть какая? помазанник это царь это восстановленный человек это человек, который который праведен понимаете? то есть когда человек мажет Дух Святой сходит на него означает, что человек становится поднимается, становится более сильным духовно помазание маслом в первую очередь говорит о духовном выздоровлении о том, что вот этого человека мы ему доверили мы его подняли опять потом он весь болел такой говорится о духовных болезнях есть послание Иакова вы можете посмотреть у меня есть урок записанный на эту тему там более подробно эта тема раскрывается о том, что мы должны позвать пресвятеров и помолиться над человеком все вместе и помазать его маслом и восстановить его на царство речь идет о духовной болезни о том, что мы должны как бы человека исцелить духовно восстановить его поставить его обратно на рельсы праведности чтобы вот он шел и снова он был как царь то есть как помазанник духом святым скажем так слышание слова один из методов лечения слышание слова опять речь идет о духовной сфере то есть понятно, что слово проникает в нас оно начинает судить наше помышление там намерение сердечное как хирург, оно отрезает там нас где-то что слово меняет наше сердце вот и так далее секундочку извиняюсь хорошо мы уже раз говорили об этих случаях что есть прикосновение там какой-то одежде до края одежды или хотя бы чтобы тень там от апостола видеть то что апостолы да или иисус христос нас святые люди то есть праведники и хоть какое-то прикосновение к этой праведности давало исцеление можно в этом усматривать духовную составляющую прощение богом грехов да то есть когда например иисусу принесли расслабленного помните его спустили через крышу да и он говорит прощаются те грехи твои как так только бог может прощать грехи когда иисус им показывает знамение вполне плотское говорит встань в своей постели и ходи прощение грехов это тоже запишем тоже один из способов прощения грехов кем? Богом да? один из способов лечения болезней ну и так далее есть еще другие разные там ради показания славы там посмотрите все суть основные методы лечения болезни которые мы здесь перечислили мне в основном имеют в себе духовное никто не говорит возьми нож скальпель отрежь руку или там сухую да потому что она засохла может быть гангрена там еще что-то или возьми там тот и тот и добавь туда там какой-нибудь там я не знаю каких-нибудь аминокислот дай человеку чтобы у него мозги вправились или еще что-то такое речь об этом не идет речь идет об избавлении человека от греха и его последствий в первую очередь Бог делает всегда упор на исцеление духовной сущности человека в первую очередь скажите как вы думаете если бы мы люди были духовно абсолютно праведны ну вот все у нас было бы четко мы живем совершенно Бога хорошо знаем знаем как Он устроил мир делаем все четко как Он сказал там и так далее я бы не сказал Абадим что мы знаем Бога мы знаем о Боге да да а позвать Бога такое дело что мы не каждому я говорю о том просто мы представим если бы вдруг случилось так что мы бы знали Бога вот как вот Он знает нас да то есть мы представим себе такой мир это абсолютно невозможно Вадим это можно только к этому стремиться естественно конечно же конечно у нас есть обещание что когда-нибудь такое будет но сейчас мы этого уже ни в коем случае не видим если бы мы были всегда праведны и всегда бы все знали и все как было б у нас четко и мы бы не ошибались были бы у нас плантские болезни вот в этом вопрос если бы мы были абсолютно здоровы духовно как Вы считаете были бы у нас плантские болезни наследовали бы наши дети какие-то болезни там или еще что то такое но опять таки даже если вы например сегодня например человек стал верующим но он же может на себе нести как ты говоришь грех предков который я говорю нет да да я сейчас не говорю изначально от создания вселенной вот нет никакого греха у предков да если бы мы были всегда праведными у нас бы и плоских болезней друзья бы не было мы бы всегда все делали совершенно правильно совершенно четко ели бы то что надо пили бы то что надо жили бы там по 1000 лет и так далее не знаю там по тысячу или поскольку раз таких нету значит таких же нет кто живет по 1000 лет значит и нет праведников на земле нет праведников на земле совершенно верно мы все унаследовали ветхую природу вот это вот наше тело которое у нас есть вот это вот наше тело плотское это наша ветхая природа земля сделаны из земли а даму от адама наследованная договориться что оно должно умереть у него нет шансов павел говорит совершенно четко братья мои не не заблуждайтесь ибо плоти кровь не наследует царствие божие плоти кровь не может войти в царство оно обречено умереть оно заражено грехом оно должно обязательно умереть в этом нашем теле может поселиться другая сущность от духа святого дух духовная какая бывает не от святого духа бывает от бесов бывает от каких-то злых мыслей или еще то есть это другая наша часть из которой мы состоим идеологическая и она тоже может быть обречена на смерть и на духовные болезни до тех пор пока она не состоит целиком из духа святого поэтому нет ни одного из людей который бы полностью состоял из истины которую полностью был духовно здоров и который бы мог духовно жить вечно ни одного из нас точно также нет наши духи они тоже обречены на смерть они заряжены злом они заражены ложью и так далее и вот есть святой дух дух правды праведности и так далее который наш врач который исцеляет нас исцеляет нашу духовную сущность в первую очередь от того чтобы мы вели себя правильно чтобы мы могли продлились наши дни до для того чтобы мы могли меньше передать в том числе и плоских болезней нашим детям и святой дух говорит еще о том есть пророчество да что вот эти вот наши тела они в определенный момент все изменятся переделаны они будут исправлены они будут другими мы будем жить в другом совершенно обиде в другом доме где мы знаем там что вот у нас не замуж не выходит ни то ни сё да то есть они как ангелы на небесах и так далее а вот это тело оно обречено болеть страдать за грехи отцов за свои собственные грехи более того мы передаем это все дальше в наших детей наши дети соответственно будут все это есть определенный момент искупления от святого духа это наша новая духовная сущность она может жить вечно это единственно что может жить вечно общественно так подумаем хорошо все что может жить вечно это бог только сам если мы не часть его если у нас никакой части в нем нету для нас вечность закрыта для нашего сознания если наше сознание состоит из лжи никакой части нашей в истине нет, мы не можем жить вечно, никак, совершенно. Суд будет равно даже угрешен, суд будет угрешен? Конечно же, да, суд конечно же будет. И смерть всего поможет. И смерть, да, несколько причем там смертей, смерть первой, вторая и так далее, да. Но это мы уже пройдем на следующий, оставим на следующий урок. Сейчас мы давайте вот этот же… Вадим, вот еще вот, я еще хотел, вот именно, в этом человеке можно осквернить свое тело, да? Да, да. Как он может осквернить свое тело? Примерно точно так же. Еще раз. Вот, тело, как его можно осквернить? Тело само по себе земля, да, суть, то есть, мы знаем, что Господня земля и все, что наполняет ее, оно само по себе не может быть нечисто. Но нечистым тело делает дух, который живет в нем. Помните, Иисус говорит слова какие, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст своих, а именно из сердца его, откуда исходит там злоба, там злоречия и так далее, там помышления всякие разные. то есть, вот это оскверняет человека. А то, что просто плотское, оно не как там, то, что не чистыми руками поел там или еще что-то, оно не оскверняет человека. То есть, вот этот вот дух, который живет внутри нас, вот это вот сердце, оно может быть осквернено различным, различного рода злом, различного рода помышлениями и так далее. И в итоге, и сама земля становится не святой, да, то есть, само наше тело становится не святой. Вы помните, когда Иисус Навин провел народ израильский, они перешли через Иордан и захватили Иерихон? Перед тем, как подойти к Иерихону, Иисус Навин встречается с ангелом, написано там, вождь воинства Господня, да, и он ему говорит, сними здесь обувь свою, ибо земля, на которой ты стоишь свято. Несмотря на то, что на этой земле в то время жили грешники, тогда, да, то есть, которых должна была быть армия Иисуса Навина очистить, да, то есть, от грешников всю эту землю должна была. Господь все равно называет эту землю святой. Эта земля свята в тот момент, когда в нее приходит Божий закон. Она становится святой. Мы становимся святыми в тот момент, когда в нас внутрь проходит Божье Слово, поселяется в нем. То есть, мы начинаем жить вот это вот. У нас вот частичка, залог вот этого Духа Святого есть. Точно так же и когда Иисус Навин, вы понимаете, что вот пришла вот эта вот армия израильтян, да, они носители Божьего Ковчега Завета, они носители Божьего закона, Божьей идеологии, они приходят на эту землю, эта земля становится святой. После того, как они разгромили Гай, точно так же они специально там убирали всякие тела, не давали висеть до ночи повешенным телам, потому что, чтобы не осквернить эту землю ни в коем случае, потому что там должен был быть произвозглашен Божий закон, они произвозглашили его с горы Гевалы и Ерезим. Это интересная история, почитайте. То есть, суть в чем? Божий закон приходит внутрь нас и он должен очистить вот эту вот нашу землю, нашу плоть от различных помышлений, вот этих вот намерений сердечных, злых. И мы не должны оскверняться, потому что мы, суть написано, члены тела Христова. Христос должен жить в нас. Божье слово должно жить в нас. Мы не должны давать свои члены в рабство греху или в управление греху, чтобы делалось что-то не то. Вот как бы не осквернение. Еще давайте заденем вот эту тему насчет терпения, потому что болезни, они очень часто связаны с терпением, и нам приходится терпеть либо свои собственные болезни, либо болезни других людей, близких нам, которых мы любим. То есть, зачем, почему это нужно, какой от этого толк. Мы это проходили многократно, давайте еще раз. Послание Якова откроем, первую главу. Оно очень хорошо говорит именно о действии этого терпения. Давайте я начну читать с первой главы, со второго стиха. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Слово искушение, испытание примерно одинаковый смысл идет. Здесь можно было и так и сяк перевести. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Смотрите. Приходит какое-то испытание извне. Оно направлено на испытание нашей веры в первую очередь. Любая сложность, любая проблема или еще что-то. Что такое испытание веры? Либо мы послушаем Бога, либо не послушаем. Зная, что испытание вашей веры, то есть вот когда вот это давление на нашу веру оказывается, да, производит терпение. То есть вот это вот терпение, оно происходит именно в этот момент, когда приходят какие-то проблемы. Теперь знаете, четвертый стиль. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте безо всякого недостатка. То есть плод терпения, давайте вот так вот послушаем. То есть если мы слушаем Бога, вот мы терпим, мы как бы да там. И вот это нас ведет. Терпение. Мы слушаем и терпим. И у терпения есть действие, совершенство. Терпение оно совершенствует нас, оно совершенствует наше сердце. Оно его укрепляет. Оно позволяет нам справляться с различными другими проблемами, делает нас сильнее, делает нас крепче. Терпение. Чтобы вы были совершенны во всей полноте безо всякого недостатка. То есть оно ведет нас к удалению наших недостатков. Опять же речь идет о каких недостатках? Не о плотских недостатках, что у нас там волос нет или еще что-нибудь. Духовных недостатках. В тот момент, когда человек терпит, он становится совершеннее духовным. И более того, то есть посмотрите, как говорит Иаков во втором стихе, с великой радостью принимайте, братья мои. То есть когда у нас есть возможность, когда к нам приходят действительно испытания, какие-то серьезные испытания, то есть бросим мы этого человека или не бросим, выдержим ли мы эту болезнь или какие-то другие проблемы или не выдержим. Начнем ли мы проклинать Бога и роптать, как делали это люди в пустыне оказавшиеся, или же мы будем искать Бога и молиться. Вадим, есть вопрос, что Моисей не роптал и с ним, которые были, не роптали, а народ Божий почему-то роптал. Вот здесь какая-то разница. Да, большая разница. Все ели жиманную эту, все жили по-равну-равну. Все было равно, а одни роптали, другие не роптали. И что Господь сделал с людьми, которые роптали? Ни один из них не дошел до земли обетованной, но дошли их дети. Помните, что после того, как они перешли Иордан, первое, что сделал Иисус Навин, это обрезал заново всех людей. То есть люди заново заключили завет. Почему так произошло там написано? Потому что те люди, которые выходили из Египта, которые были обрезаны, ни один из них не дошел, кроме там нескольких человек. А их дети, в пустыне, которые не обрезались, они как бы дошли. И вот ему пришлось весь народ обрезать заново. То есть люди не дошли. Сам Моисей не дошел, не вошел в землю обетованную. Вы знаете почему? По другой причине. Вот, да. То есть суть в чем? Суть в том, что человек в моменты испытаний может пойти по двум основным причинам. Либо начать прославлять Бога и слушать Его, искать Его, искать решение, искать истину и так далее. Либо наоборот отказаться от всего этого. Сказать, да, ну и истина мне сейчас не нужна и все это. И Бог виноват во всем и всячески. Вот здесь вот это вот послание Акова, первая глава, оно как раз и говорит дальше тоже о ропоте, да. То есть, смотрите, она говорит, если же у вас не достает мудрости, то вы просите у Бога, да. То есть у вас нет мудрости, как справиться с этой ситуацией. Что мне делать? У меня там вот так вот так все там из рук вываливается. Просите у Бога, да, еще всем просто и недостатка. Мода просит с верой, немало не сомневаясь, да. А тот, кто сомневается, тот не получит ничего написано от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд в путях своих. И дальше смотрите, про ропот написано, да. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом сам и не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть когда мы, например, выбираем путь непослушания, то есть мы вот искусились, да, то есть мы не прошли испытания веры. Это из-за нашей собственной похоти. То есть что-то где-то, или похоть, или гордость, или еще что-то, неважно, мы сделали неправильно. Похоть же зачав рождает грех, то есть мы начинаем грешить. Сделанный грех рождает смерть. Смерть духовную, в первую очередь, потом уже плотскую. Так что, как говорит послание Якова, посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души, то есть ваши души больны, ваши души слово насаждаемое может нас исцелить и излечить и так далее. Да, и вот еще материальное служение, да? Да, по материальному служению или по плоскому. Мы видим, я не знаю, друзья, вы видите или нет, я совершенно четко вижу упор всей Библии больше на духовную часть. Духовные проблемы становятся причиной физических проблем. не наоборот, больше гораздо, например, апостолы, помните, да, то есть они, когда у них не было времени там следить за раздаянием потребностей среди жен греко-говорящих иудеев и иудейских иудеев, то есть они говорили, нехорошо нам оставить слово, начинать пищить со стола. Помните, это да, из деяния апостолов. И они назначили там других людей на это служение. То есть есть два вида служения, точно так же, как и по аналогии с болезнями, с проблемами, точно так же и помощь. То есть служение может быть плацкое. Что такое плацкое? Помочь финансово, помочь там, я не знаю, там, время свое уделить человеку, как-то его там потаскать в доме что-то помочь или еще, я не знаю, как угодно. Любые вообще, излечить какую-то, например, болезнь, там, доктора там лечат, да, служение плацкое лечат плацкие болезни. Ну, например, вот мать Терезы, это плацкое было служение? Я думаю, то и другое. То есть, я сам в хосписе не был, но я так думаю, что то, что они туда везли, они туда везли не только медикаменты, но и Евангелие. Ну, естественно, что Евангелие пребывало, это понятно. Суть любой миссии в том, чтобы привести людям Божье Слово, Божий Закон, чтобы они там на местности могли жить сами нормально. И молились за них, да, и сами молились, и помогали молиться. Любая миссия, когда едет, она везет с собой материальное служение. Они везут с собой шприцы, лекарства, еду там где-то, еще что-то различное, там, гуманитарную помощь и так далее. Это всегда присутствует. Но цель их, цель любой миссии, не просто помогать людям ради помощи, а научить людей Божьему Слову, чтобы они сами могли жить нормально, чтобы они потом могли сами помогать уже другим. То есть, это открытие школ, делают открытие школ, делают открытие церквей, группы по изучению Библии и так далее. Вот из тех миссионеров, с которыми я, например, знаком, суть основная, то есть всегда основная цель – это открыть группу по изучению Слова. То есть, научить, в первую очередь, духовному. Это самое важное. Самое важное. Посмотрите, чем занимался сам Иисус, да. То есть, мы знаем о том, что Иисус плотское служение был у него, да, там, кормил он там людей, да, есть там такие, как бы, строки. Исцелял болезни плотские, да, и так далее. Но суть его была, основного служения, духовное, он принес слово и ученичество, да, вращивало учеников. То есть, и то надо делать, и другого не забывать. Но главное, если, например, выбирать, что важнее – то или другое. Я считаю, что важнее духовное, потому что духовное является корнем всех проблем человечества. Если бы все люди сейчас любили ближнего, как себя самого, и четко слушались Бога, мы бы все жили в раю, у нас не было бы вот этих вот всяких материальных там проблем или еще каких-то. Ну, эти же злые семена все равно посеяны, поэтому всегда будут… Мы понимаем, что это невозможно, но мы видим в этом суть. То есть, духовную платформу, духовную проблему мира, которая ведет его к проблемам, вполне осязаемым. Точно так же, как вот, например, послание Акова пишет, что «Вы искусились собственной похотью, похоть зачав рождает грех». То есть, сначала духовная проблема – искушение, потом уже физическая проблема, непосредственно конкретное действие греховное. Начинается все с мыслей. Если мысли правильные, все тело может быть подчинено. Посмотрите, как вот, опять же, это в третьей главе послания Акова. «Ибо все мы много согрешаем», говорит Аков. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». То есть, если в слове, внутри мы не согрешаем, на наших устах, правда, в нашей голове правда, все как бы у нас четко поправлено, мы можем обуздать все свое тело. Вот это вот свое тело мы можем, мы должны его держать в узде, как вот лошадку, знаете, чтобы она не отходила ни влево, ни вправо от Божьего закона. Ну хорошо, друзья, давайте мы на этом закончим, потому что мы немножечко поздно начали и многократно перезванивали. В следующий раз я предлагаю, мы можем поднять вот эту вот тему, которую Александр заделал насчет «Тело Христа». «Тело Христа» – большая тема, непонятная, мало что о ней сказано, да? Но мы попробуем ее как бы, насколько мы можем разобрать. И потом можно вернуться в какие-то откровения, либо можно еще прислать вопросы. Да, «Тело Христа» – это очень важно, потому что неизвестно, что здесь приоритет у нас здесь такой у всех людей в мире, которые живут мирские, там, да, и духовные. Что же было? Приоритет материальный почему-то больше. А то же было мирское, он делал такие вещи, ну, то, что невозможно нам грешить. Мы очень плотские люди, все мы верующие даже, которые в нас вот эта вот плотская наша сущность, она очень сильна. Если вы даже посмотрите, например, молитвенные собрания, когда проходят среди верующих, за что люди в основном молятся? В основном молятся о плотских нуждах. Вот, редкий случай, когда кто-то помолится, там, скажет, «Господь, пошли мне, пожалуйста, силы, чтобы я испытание там это прошел, там, был крепче в вере и так далее». Вот, в основном там, вот у меня здесь болячка, или вот у меня здесь денег нет, или вот у меня там еще что-то такое, у меня там болезнь какая-то. Вадим, а мы можем поговорить о жизни Христа? Очень важно. О жизни Христа? Да. Ну, слушай, тут большая такая тема, и я даже не знаю, с какой стороны подойти. Ну, вот, вот, у меня, например, это очень тяжело. То есть, вообще, в целом, как Христос жил и что Он делал? Да. А, вот, на земле. Жизнь Христа на земле, например. А его личную жизнь? Ну, давай, да. То есть, кратенько так, кратенько соберем материал. Пусть кратенько. Ну, какие-то главные такие вещи, которые хотелось бы мне, например, себе. Давай, давай. Давай. Да. Мы, как ученики Христа, мы должны понимать, что это наш идеал. Это тот идеальный человек, которым, по идее, должен быть каждый из нас. Мы должны все стремиться подражать Христу и его жизни. Вот. Далеко не у всех это получится даже и на какую-то там, на какую-то долю процента, но тем не менее. Хорошо. Ладно. Спасибо.